привет как дела сегодня расскажу как мы с друзьями в один из выходных дней поехали играть за город в пейнтбол одна из русских туристических компаний которые находятся в лондоне организовала такое мероприятие и мы с друзьями решили почему бы не собраться все вместе и не провести интересно выходные площадка находится в районе суры или сары кто как произносит на одной из ферм там организовывает пейнтбол компания blind fire paintball кому интересно ссылочку оставлю внизу если кто-то захочет поиграть приезжайте там по моему в эти дни все это работает но с какими-то ограничениями поэтому созванивайтесь списывайте с ними и вам подберут компанию где вы сможете так же как и мы мы поехали нас было четверо плюс к нам в нашу группу добавили еще несколько человек и мы играли с поляками другая группа состояла из поляков которые тоже записать на это время приехали и играли вместе с нами то есть мы стреляли в поляков поляки стреляли в русских интересная была игра но в принципе мы все так добродушно друг с другом общались и день прошел очень интересно и увлекательно нас нарядили экипировали специальные костюмы защитного цвета по моему что-то было типа бронежилета потому что пули когда стреляешь в пейнтболе очень сильно бьют по телу и моих друзей остались даже синяки им попало в руку руки бронежилетом не защищались просто была защитная форма и потом ходили с огромными синяками практически около месяца мне повезло мне попали только в голову в шлем который специально ну знаете как сейчас антиковидный такой шлем был произведенный с окошечка такого пластмассового и защита для всей головы не попала по косой куда-то в голову один раз и по косой по руке прошло в общем синяков у меня не было но даже такие пули по косой были очень болезненные очень болела потом рука но слава богу синяков не было в общем нас нарядили дали нам ружья и там было сколько-то определенное количество шариков которыми мы могли стрелять было очень интересно я такая ходила с автоматом даже попросила патруху чтобы она меня сняла такая уху рэмбо и мы ходили нам давали какие-то задания квесты мы должны были что-то там завоевать между двумя группами боролись за какой-то там то ли домик то ли какую-то базу еще что-то в общем воевали но так как я фотограф и у меня на тот момент я была на втором курсе моего бакалавра фильммейкинга у меня был тогда такой предмет назывался сервили то есть слежка слежка за кем-то и какая-то развязка должна была быть мне надо было вот-вот сдавать такой вот фильм а я ничего не могла найти я вообще была запутана очень сложная тема для меня оказалась в великобритании но об этом я попозже подробно буду рассказывать про вообще свой курс фильммейкинга и что это за тема я попросила ребят ну какой-то у меня такой сценарий нарисовался в голове поснимать в конце для фильма такое действие что один парень следит за девушкой они между собой там как бы воюют и он ее находит она его замечает и когда она поворачивается она видит его глаза он видит ее глаза он стреляет у него там цветочки то есть он у меня тоже влюблен цветочки вылезают из автомата но тем не менее третий враг не спит и он стреляет в них обоих и убивает что-то такое она придумывала как это получилось вот вам показываю естественно этот фильм мне пошел потому что он не был доработан нам дали практически там пять минут на всю эту съемку не пошел не состоялся для моего экзаменационного теста но тем не менее увлекательно так получилось и весело хотя бы для нашей памяти в момент самого интересного квеста я попросила поснимать вообще как это происходит этот пейнтбол как мои друзья воюют вот с этими поляками то есть я была в стороне от группы и моя группа воевала без меня на меня надели специальный оранжевый жилет чтобы в меня не стреляли и я с камерой ходила снимала издалека не внутри всей этой каталаси и снимала как вообще вот это все происходит вот пожалуйста смотрите вот Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я просто прямо зависла над этим кусочком леса И пока там ребята готовились, я ходила, снимала лес Ну и в войне мы не проиграли, не победили В последней битве я прямо так хорошо и усиленно поучаствовала Там попросила под прикрытием, куда-то пробежала В какие-то палатки мы сидели так с автоматами, с ребятами Друг друга прикрывали, стреляли, влазили там Вообще так увлекательно происходит это действие Это была единственная в моей жизни игра в пейнтбол Может быть я еще когда-нибудь поиграю Но конечно голова после этого болела Когда тебе попадут в голову Наверное дня два у меня еще свистело мимо ушей И удела в голове Но слава богу осталась жива Здрасте, никто не приехал Только нас семеро Я вижу только четверых Ладно, вон там еще четверых Еще оставшиеся там 30 Маски Дай покажу После того, как мы закончили нашу битву В которой мы не проиграли, не выиграли То есть в ничью сыграли Мы пошли пить чай вместе с поляками Угощали там друг друга булочками Ну то, что мы взяли с собой Пирожки, по-моему, какие-то я брала И пока мы шли до машины Мы прогулялись по самой ферме А там уже зарядил такой небольшой дождик И я увидела лошадей Которые были чем-то укрыты Какими-то попонами Я подошла поближе У них прямо целое такое пальто Сшитое специально на лошадь И они все такие нарядные, счастливые Стояли под дождем И абсолютно не мокли И даже со мной Захотели пообщаться Так, немножечко поговорили И погладила я одну из лошадей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом подошли ребята Мы уже как бы собирались Сели в машину и поехали домой Вот так вот интересно мы провели Один из выходных в ноябре Поэтому если кому-то нечем сейчас заняться Особенно сейчас в пандемию Я не знаю, как выпускают из Лондона или нет Но в принципе Вот эта ферма И вот эта вот организация Которая организовывает пейнтбол Она работает Поэтому просто садитесь в машину И едете проводить увлекательный день Пока на этом все Не прощаюсь с вами До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok